все запись пошла приветствую дорогие друзья меня зовут андрей алисеев сегодня мы с вами поговорим о нашей кассе взаимопомощного поколения и о том как она может изменить жизнь каждого из вас в том числе так же как когда-то она изменила жизнь и мою сообществе я уже седьмой год сейчас квалификации лидер уже несколько лет до этого был и участником и занимал и лидерские позиции поэтому седьмой год я наблюдаю за развитием сообщества и продолжаю наблюдать и это очень интересно дорогие друзья и вижу как меняются участники вижу как меняется их жизнь вижу как идет эволюционный рост каждого человека и это очень интересно поэтому сегодня я вам расскажу о кассе взаимопомощи и о том как она может быть полезна каждому участнику и для чего она создана создана она для того чтобы вы легко дошли к своим целям тем о которых вы по-настоящему мечтаете потому что сейчас мы живем в такой системе которая не предполагает что вы легко дойдете до каких-то своих жизненных целей и начнете просто жить задумайтесь друзья просто жить недавно я пересмотрел фильм полиана уже много лет я его пересматриваю в первом между с промежутком в года полтора в два и как интересно полиана задала вопрос ее тетя английская аристократка говорит так ты будешь тогда-то вставать тогда-то ты будешь что-то делать потом будешь учить стихи потом ты будешь там такие-то обязанности такие 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 и спать понятно а полиана вытаращила небольшие год детские глаза и сказал а когда я буду просто жить и все у той шок да потому что та не привыкла просто жить она себе не разрешала жить и у ребенок у нее спрашивает такой вопрос а когда я буду просто жить да так вот а касса взаимопомощи это инструмент который дает вам время возможности ресурсы деньги просто жить если кому-то это интересно оставайтесь и у вас все будет хорошо если кто-то еще хочет ну попыхтеть в этой жизни то и спокойней возвращайтесь в тот мир и пыхтите там до работайте на работах не знаю там еще что-то добивайтесь а вот боритесь а то есть вот позиция борьбы назвать тот кто уже немножко подустал и понял что зачем бороться когда надо просто жить вот и так интересно наш мир устроен что даже если мы чего-то когда-то достигаем это невозможно удержать вечно вот так устроен этот прекрасный мир да это невозможно удержать вечно в какой-то позиции это невозможно удержать вечно даже в рамках этой жизни это невозможно удержать вечно. Вы ничего с собой не заберете, ни деньги, ни квартиры, ни машины, детей, мужей, ничего. Вы сюда пришли для одной простой цели – наработать качество своей души, наработать жизненный опыт, который и надо, скорее всего, Всевышнему для того, чтобы вы по-настоящему эволюционировали. Вернее, не вы, а ваша душа. Ведь вы же не человек с душой, вы душа в человеческом теле. И проходите человеческий опыт, и ваша душа нарабатывает какие-то определенные качества. Каждый из вас, я думаю, уже проанализируя ту жизнь, которая у вас уже прожита, вы можете четко подытожить, что вы уже мудрее, чем вы были в 20 лет. Это уже доказывает то, что процесс жизненной эволюции идет у каждого человека. Я по себе четко скажу, что я мудрее, чем я в 20 лет. А иногда даже и здоровее, и по всем параметрам много пальчиков могу загнуть. Где я уже более лучшая версия себя предыдущего. Так же и каждый из вас. Поэтому, если вы тоже скажете по отношению к себе такое, значит, вы эволюционируете. А если же нет, тогда вы деградируете. Но это же вы сделали этот выбор. Поэтому касса взаимопомощи – это проект, который позволяет обеспечить социальный минимум, чтобы человек не бегал за деньгами, а для того, чтобы человек задумывался над другими вопросами. Для чего я родился на этой планете Земля? Почему я родился в теле мужчины или женщины? Какое мое предназначение? Какие мои таланты? Что мне нравится денег? Что мне нравится делать? И когда я буду просто жить? Так вот, касса взаимопомощи дает возможность и шанс каждому участнику просто жить. А я абсолютно уверен, что 90% из вас не умеют просто жить. А вот этому надо учиться. Жить в наслаждении. Именно поэтому мы культивируем профессию нового времени. Это называется кайфолог, друзья мои. Жить в радости, жить с благодарностью, жить для того, чтобы вы насладились этой жизнью, а не выживать. Вот в этом и глобальная суть. Именно поэтому в 2006 году, именно тогда, когда наш основатель, основатель нашего сообщества Дмитрий Васадин, в очередной раз у него в жизни все стало очень хорошо, и он стал просто жить, и он понял и замечтал наше сообщество, и понял, что хочу вокруг себя создать такое же окружение, которое гармонизирует меня самого, да, которое меня дополняет. Такое же окружение, которое имеет такие же цели, как я, такое же, можно, мировоззрение, ценности, да. Вот он замечтал создать такое сообщество, и первый проект в этом, в рамках этого сообщества, это касса взаимопомощи, чтобы мы сами себя могли высвободить от кабалы нужды постоянного заработка денег. Сейчас люди живут в том мире, где все забыли об одной вещи, что вместе жить проще. Именно поэтому весь этот мир, говорят, не верь друг другу, не доверяй, человек человеку волк, верьте только нам, системе, банкам и так далее, да. Но так было не всегда. Именно поэтому до революции называлось слово такое самодержавие, да. Народ самодержит, да. Что такое народ самодержит? Народ, который сам себя держит. Это говорилось о том, что на местах, всегда, везде, народ по большей части сам себя управлял, сам собой управлял. Были земства, были там, не знаю, объединения купцов, еще там много что, где решали разные вопросы, причем довольно серьезные. Вопросы по финансированию, вопросы по строительству инфраструктуры, вопросы еще по каким-то моментам. То есть народ сам себя держал. Эту систему все разрушили, все централизировали, да. И сейчас мы живем именно в той системе, плюс еще с 90-х добавился капитализм, и в итоге у нас создана такая система, что каждый, кто хочет жить в своей собственной квартире, должен заплатить не стоимость квартиры, а три квартиры, четыре квартиры, да, через ипотеку. Ясно, понятно, у кого деньги есть, те, никого нету, а нету 95%, те идут в ипотеку и платят четыре квартиры вместо одной. И на это затрачивается вся жизнь, практически вся жизнь. И не дай бог на этом пути погашения ипотеки человеку споткнуться в виде потери здоровья, не дай бог человеку паузу какую-то сделать в виде трудового стажа, отсутствия, или его уволили, или он заболел, или что-то произошло такое невероятное, да. Все, у него потеря денег, дохода, и он может потерять даже квартиру, за которую он уже половину срока выплатил. Вот в таком мире мы с вами живем. Так вот, Дмитрий Васадин, основатель нашего сообщества, когда уже вышел на путь финансовый абсолютно своей собственной свободы, то есть он себя уже спас, да, в 2006 году. И он только пять лет думал, друзья мои, да. Вот скажите, у кого в ближайшем окружении есть человек способен в состоянии полной свободы от денег только пять лет думать? Я сомневаюсь, что такие люди найдутся. Я в своей жизни встречал, ну, максимум таких вот трое-четверо максимум. И то, потому что я человек уищущий, я постоянно с многими людьми общаюсь, и в мое окружение залетают как бы такие люди, так получается, да. И Дмитрий Васадин – это как раз тот человек, который замечтал создать весь этот мир. И вот уже с 2013 года сообщество стартануло свое развитие, и с 2013 года идет эволюционный рост и развитие. Развитие инструментов, развитие алгоритмов, развитие проектов и так далее. Так вот, сегодня я вам расскажу о таком проекте под названием «Потоки», да. Вот все его любят «Потоки». Это уже стало брендом, да. За четыре, вот уже пятый год пошел существование этих алгоритмов, это уже стало просто брендом, да. Ты где? Я в потоках там, да. Поэтому «Потоки» – это не просто алгоритмы какие-то придуманные пьяными программистами, чтобы срубить бабло. Нет, это эволюционно выработанные психологические, математические алгоритмы, которые позволяют вам иметь деньги каждый день без обязательных приглашений, друзья мои. Это просто круто. И сейчас я подробненько об этом всем расскажу. Так, первое, о чем расскажу. Я расскажу про «Потоки», потом я расскажу про финансовую инфраструктуру, потом я отвечу на вопросы, часто задаваемые. Это откуда? Деньги, пирамида, не пирамида, лохотрон, не лохотрон, приглашать, не приглашать. Вот это часто задаваемые, мне просто надоело на них уже отвечать, поэтому я их сразу же, ответы на них озвучу. И, соответственно, в конце, ориентировочно через минут 40-50, я дам возможность каждого из вас включить микрофон и задать вопрос. Поэтому готовьте вопросы сразу же, записывайте, и в конце поднимите руку, и будет доступ вам к микрофону для того, чтобы вы задали вопрос. Поэтому берете сейчас ручку, бумагу, если что-то интересное, что-то откликнулось, обязательно запишите и пометьте. Это самая эффективная методика просмотра любой презентации, либо любого материала, который вам может давать деньги, особенности. Поехали. Так, первое, про мировую финансовую систему я вам рассказывать не буду, и как она устроена. Смотрим фильмы, которые я постоянно рекомендую на всех своих презентациях. Это первый базовый фильм «Деньги. Пирамида долгов». Дальше, у кого эта тема уже будет более дальше интересна «Дух времени», первая, вторая, третья часть – это вообще фильм для избранных. Человек, который интересно познавать этот мир. И там очень интересны альтернативные мнения о том, как устроена и денежная система, и, в общем, мировая система, для того, чтобы вы понимали, что мир не совсем такой, как вы о нем себе представляете. Он немножко другой. И он развивался по-другому сценарию, не по которому нас учили в школе. И это вы сможете понять только тогда, когда вы начнете много путешествовать. Я объехал более 15 стран еще даже до встречи с сообществом, поэтому на данный момент у меня имеется представление о том, как устроена и наша история. Я посетил много и исторических объектов. И у меня есть на чем подумать и задать определенные вопросы, которые полностью расходятся с классической подачей информации. Что было, есть, ну и что будет. Поэтому рекомендую вам нарабатывать свой личный жизненный опыт и задаваться вопросом, быть пытливым человеком, ищущим, смотреть, сравнивать. Даже вот это элементарное детское упражнение «Найди 10 отличий» оказывается очень полезное в жизни. Поэтому, особенно в нашем информационном веке. Поэтому про мировую финансовую систему я сегодня рассказывать не буду, но благодаря именно знаниям о ней у вас появляется фундамент, на котором вы можете уже дальше строить свою финансовую свободу. Потому что если вы еще не знаете, как устроена денежная система, как устроена система центральных банков, что такое Международный валютный фонд, что такое эмиссия денег, как деньги создаются, то вы вообще не понимаете, где вы живете. Вы как котенок с завязанными глазами и пытаетесь карабкаться вот так вот вслепую туда, сами не зная куда, как говорится. Поэтому это база, это фундамент, деньги, пирамида долгов. Можете зайти на мой YouTube-канал, там есть этот фильм, либо прогуглите, он есть в интернете, найдете легко. С этим все понятно, да? Разберитесь с тем, как создаются деньги и как за последние 100 лет эта система сформировалась под названием «Мировая финансовая система». Я думаю, вы заметили, что мир за последние даже 4 года не буду копать глубоко, он постоянно менялся. Он начал меняться, не знаю, даже с момента, ну, в нашем информационном поле, с момента развала Советского Союза. Дальше он начал меняться с момента, как у вас появился свой первый мобильный телефон и так далее, да? Потом первый смартфон, потом, соответственно, последние изменения только последние 4 года. Смотрите, глобальные изменения первой пандемии, да? Как мир поменялся. По сути дела, если так серьезно подойти к анализу, как она появилась, изучить все детально, то четко понятно, что было испытано биологическое оружие, друзья мои. Поэтому это, конечно, очень громкое заявление, но по сути это так. И поэтому в любой момент это оружие может запросто заново запуститься. Поэтому вы понимаете, что такое пандемия, да? Нас закрыли, мы не понимали, что происходит и когда это закончится. Второе. Это, конечно же, СВО. Также продолжают изменения и идти после возникновения СВО и соответствующих изменений даже во всем мире, да? Следующее. После введения цифровых валют, и причем это делается насильно даже в некоторых странах по всему миру, мы даже вообще себе не представляем, вот что нас ждет вообще, да? А нас ждет очень серьезные вещи. Поэтому посмотрим, как говорится, чем это все будет пахнуть. Но если люди реально отдадут свою свободу от этому, я думаю, что будет очень грустно. И четвертое изменение, глобальнейшее изменение – это нейросеть, друзья мои. Нейросеть, которая полностью перекроет рынок труда. Уже это происходит. Полностью изменятся все бизнес-процессы, все производственные процессы, логистика, человек полностью уходит на второй план, на первый план приходит искусственный интеллект с роботами. Поэтому, друзья мои, я не удивлюсь, что если через 3-5 лет по нашим городам будут ходить и ездить роботы, что, в принципе, мы уже наблюдаем в миллионниках, да? Яндекс-роботы там разводят. Вот. Есть такой город Иннополис, IT-столица Татарстана, вот ему уже там, по-моему, около 7 лет. И по нему уже ездят эти роботы давным-давно. Там ездят такси без таксистов, нет курьеров, нет официантов, нет продавцов, грузчиков и так далее. То есть все вот эти профессии тоже уходят. Также искусственный интеллект забирает профессии другого плана, более интеллектуально-емкого, да? Маркетологи, пиарщики, всевозможные, бухгалтера. То есть вот это все тоже будет уходить. И скажу честно, что на данный момент это заставляет задуматься. И те еще люди, которые свято верят в найм, вот еще есть время задуматься, еще есть время создать себе пассивный доход в интернете, еще есть время, да? До того момента, пока людям не помашет ручкой, и человек не окажется на улице. Поэтому неважно, с компенсацией, без компенсации. Ну что с этой компенсацией? Ну окей, хорошо. В этой компенсации хватит вам на пару месяцев. А дальше что? Думаете, появится предприятие, которое вас возьмет на работу? Не возьмет уже никто на работу, потому что все будут оптимизировать свои процессы. А что это касается особенно частного бизнеса? Потому что если ты не оптимизировал фонд оплаты труда, то есть у тебя неконкурентное преимущество на этом рынке. Тебя отбрасывают в конец очереди, можно сказать так. Поэтому, друзья, мир меняется, он очень серьезно меняется. Поэтому и нам с вами надо тоже меняться. Все старые методы заработка также постепенно отмирают. И скажу честно, остается только один базовый вид заработка – это инвестирование. Но даже смысл этого термина сегодня очень серьезно изменился. Сегодня инвестирование олицетворяет любое вложение. И причем не важно. Это материальные активы, ресурсы, время, какие-то нематериальные активы. Сегодня даже картинки NFT продают за миллионы долларов. Сегодня кроссовки в онлайне, в играх продают за миллионы долларов. Друзья мои, мир сходит с ума. И нам нужно меняться, потому что на данный момент все меньше денег остается в оффлайне. И деньги все перекачиваются в онлайн. И эти перемены, они очень серьезные. Деньги все в интернете. Запомните вот это, запишите. И мы сейчас уже живем 24-й год информационного века. И уже подошла та точка, где надо четко понять, что все деньги сейчас в интернете. Все умные бизнесмены сейчас продают все свои оффлайн-бизнесы и уходят в интернет. Делают какие-то криптовалютные бизнесы, делают там еще что-то, какой-то сервис, инфраструктуру. Но все, что гармонирует с информационным веком. Поэтому оффлайн уходит на второй план, на первый план приходит онлайн. Поэтому наше сообщество создало свою финансовую инфраструктуру. И не просто так оно это делало, потому что Дмитрий Васадин как человек уже давным-давно свободный. Он занимается тем, что прогнозирует, куда пойдет этот мир. И за счет этого у нас имеется конкурентное преимущество в онлайне. Развитие нашего сообщества опережает развитие человечества. Ориентировочно на 3-5 лет по некоторым вопросам. И скажу честно, это очень дорогого стоит. По сути, вы не просто приходите в какой-то а-ля проект коммерческий. Вы приходите в целый мир, который немного опережает развитие человечества. И это очень конкурентное преимущество. Теперь поехали, говорится. Что такое денежные потоки, какие платформы у нас есть. Сегодня я об этом во всем расскажу. Я надеюсь, вы хоть немножко поняли важность того, что надо вам серьезно сейчас услышать. Вы абсолютно умнички, молодцы. Поздравляю всех с прошедшими праздниками. Вот 175 активных участников у нас сегодня в чате услышат эту прекрасную информацию. Поехали, да? Инвестирование в финансовые инструменты нового поколения, а это именно денежные потоки, это идеальное сочетание прибыли и риска. И это я вам скажу со всем своим 7-летним опытом наблюдения за эволюцией развития нашего сообщества. Первый поток, который вы увидите в своем кабинете, этот поток, вкладочка цветом красным, и будет на ней написано SP, стартовый поток. Это первый поток, который вы увидите в своем кабинете, поэтому он сделал красным, чтобы внимание к себе привлекать. И скажу честно, не все рассматривают его как первый поток, с которого надо начинать. Но те, кто это делают, в будущем понимают, что действительно это крутейший поток, который дает прекрасные возможности. Так вот, первый стартовый поток, именно поэтому я с него начинаю, поэтому он и называется стартовый поток. Если же у вас еще нет кабинета, и вы еще не зарегистрированы, то обязательно возьмите ссылочку у вашего пригласителя, того человека, который дал вам эту информацию, и обязательно регистрируйтесь. Если же у вас нет этого человека, вы не знаете, как попали в этот чат, то, конечно же, пишите мне в личное сообщение, я помогу вам разобраться со всеми нюансами работы системы. Либо бот скидывает список лидеров, консультантов, профессионалов из нашей команды. Обязательно обратитесь к любому. Все очень компетентные люди с большими кабинетами, потоками и большими командами помогут вам разобраться во всем. Так вот, первый поток называется стартовый поток. Стартовый поток учит правильная стратегия инвестирования. Вложил, забрал, вложил, забрал. Он качает вашу инвесторскую мышцу, которая находится в голове. Это вот вы приходите в тренажерный зал, берете гантели, и вот так вот вы расслабили, напрягли, расслабили, напрягли. То же самое происходит у вас в голове, когда вы вкладываете, берете, вкладываете, берете. Это очень важный момент, потому что человека, обычного человека никто не учил инвесторской деятельности. Поэтому обычные люди часто боятся куда-то все вкладывать. А если вложат, то ни хрена не забирают. И они, жадность, уже здесь жадность включается, и хочется все еще крутить, еще больше, еще. Человек с инвесторским мышлением совершенно думает по-другому. Вложил, забрал, вложил, забрал, вложил, опять забрал. И так вот каждый раз качается ваша мышца. Поэтому стартовый поток учит правильной стратегии инвестирования. Этот поток разработан специально для новичков проекта, на практике обучая всем нюансам работы нашей системы. Стартовый поток может быть создан на любую произвольную сумму, начиная от 5000 рублей. Стартовый поток – это поток с обязательным пополнением каждые две недели. Общая доходность стартового потока составляет 150% за 20 периодов, либо 10 месяцев. Один период – это две недели. Итого, 20 периодов – это 10 месяцев. Доходность идет, как и во всех потоках, за счет подтяжки к потоку нашей криптовалюты e-currency. Который мы покупаем в сберкассе Money Storage, либо на бирже BlackBit по рыночному курсу. Сейчас ориентировочно около 100 рублей. А продаем в кабинет, подтягивая к потоку, по более высокому льготному курсу для нас. Потому что мы участники сообщества. Для участника сообщества существует более льготный курс. Поэтому можно сказать, как участником клуба, участник клубной системы. Участником клуба происходит преференция. Клуб принимает у них по более высокому курсу. За счет этого получается прибыль у всех участников сообщества. Итак, стартовый поток так устроен, что у него есть 20 периодов. И, допустим, вы создали поток, допустим, на 20 тысяч. И теперь вы 7 периодов его кормите и 13 периодов он кормит вас. Это вот такое впечатление, как будто вы создали маленький онлайн бизнес и начинаете его развивать. Вы туда, он вам обратно. Вы туда, он вам обратно. И каждый раз он вам все больше, больше и больше. То есть 7 месяцев кормите его, потом оно начинает кормить вас. Первые курсы в университете ты работаешь на зачетку, потом зачетка работает на тебя. Помните? Также и в техникумах училища, да? Дальше в бизнесе и офлайн ты начинаешь раскручивать там какой-то свой бизнес, кафешку там какую-нибудь. А потом кафешка начинает раскручивать тебя, потому что у тебя уже куча постоянных клиентов, и они сами идут, тебе не надо давать рекламу. У тебя экономия и хороший идет доход. То же самое и в стартовом потоке. И вот один поток открыт, это один маленький бизнес. Два потока открыта, это два маленьких такие бизнеса. Три, есть участники, у которых по 40, 50, 100 даже потоков. И вот 100 маленьких бизнесов их постоянно кормит. И каждый из них пополняем, снимаем, пополняем, снимаем. И каждый раз снимаем все больше, больше и больше. Поэтому чем больше вы создадите стартовых потоков, тем будет намного круче ваш кабинет, и будет больше вас просто заваливать деньгами. Следующий поток, это ускоренный стартовый поток. Он тоже находится во вкладочке красной под названием SP. Если вы хотите быстрее, то заходите, конечно же, в ускоренный стартовый поток. Это подвид стартового потока, но более быстрый и более выгодный. Условия открытия. Оплачиваем сразу 4 периода из 20. Подтягиваем на все эти 4 периода e-currency. И получаем 5-6 период вместе с e-currency в подарок, друзья мои. Это очень крутой период. И выскакиваем сразу же на 7-й период. Как будто бы прошло 6 периодов, и вот у нас 7-й период. А это тот период, когда у вас сразу же начисление больше, чем номинал потока. Допустим, вы выбрали номинал потока 20 тысяч. Все, у вас начисление больше уже будет, чем 20 тысяч. Допустим, 21 тысяча. Из этого же потока можно оплачивать дальше следующий, 8-й период. И часть денег уже брать на покупку e-currency. Потом на 8-9 периоде, возможно, уже вообще не надо будет брать денег на покупку e-currency, потому что он сам себя будет полностью окупать. И у вас уже появятся свободные средства. На эти средства вы можете улучшать свою жизнь, либо создать еще один поток, еще один маленький бизнес и опять его раскручивать. Так устроены очень интересно стартовые потоки. Чем больше у нас их есть, тем больше они нас кормят. И после того, как 20 периодов заканчивается в стартовом потоке, он перезапускается уже сразу со второго льготного периода. Таким образом, этот поток будет работать на вас вечно. Поехали дальше. В дальнейшем, в ускоренном потоке, как и в обычном стартовом потоке, мы также продолжаем пополнять, снимать, пополнять, снимать. Ничего нового. И также после каждого пополнения мы подтягиваем e-currency, за счет которого у нас прибыль. И e-currency подтянули, прибыли есть. И currency не подтянули, прибыли нет. Поэтому e-currency – это обалденная криптовалюта, с помощью которой у нас прибыль в наших потоках. И поэтому спрос на e-currency просто огромный. За счет этого цена постоянно растет. Об этом я чуть попозже расскажу. Это еще один крутейший вид дохода. Следующий поток – это быстрый поток. Быстрый поток мы называем деньги на каждый день. Быстрый поток подразделяется на два вида потока. Это обычный быстрый поток и супербыстрый поток. Обычный быстрый поток, который работает 30 дней, премия выплачивается каждый день вместе с прибылью равными частями, которые мы получаем, конечно же, за счет подтяжки к потоку нашей криптовалюты e-currency. То есть обычный быстрый поток работает 30 дней. А супербыстрый поток работает 2 недели. И это самый короткий из всех потоков, которые есть в нашем сообществе. Выплата с доходом происходит на 15-е нажатие кнопки «Начислить премию». Начисление премии происходит на 15-й день. И сразу же этот поток с заморозкой средств. И сразу же на 15-е нажатие кнопки у нас происходит выплата вместе с доходом. Супербыстрый поток и быстрый поток – это очень интересные потоки. Это классические инвестиции. Эти инвестиции дают, можно сказать, классический уровень дохода. Очень похож на банковские депозиты. Поэтому обычный быстрый поток, супербыстрый поток. Многие наши участники очень быстро воспринимают. Это очень легко. Целая табличка в вашем кабинете, во вкладочке «Как создать поток и эффективно им управлять». Если же у вас еще нет кабинета, то обязательно регистрируйтесь. Регистрируйтесь, регистрация ни к чему не обязывает. Возьмите ссылочку у вашего пригласителя, того человека, который дал вам эту информацию. Если этого человека у вас нет, то заходите ко мне в команду, напишите мне в личное сообщение. Дам вам информацию о том, как разобраться лучше в нашей системе, в которой я уже седьмой год. Либо напишите любому лидеру. Бот целый список скидывает в нашем чате. Все профессионалы помогут разобраться с нюансами работы системы, которую реально стоит вживить в свою жизнь, чтобы у вас появился пассивный, реальный пассивный доход. Именно поэтому я нахожусь в сообществе уже седьмой год, потому что здесь реальный пассивный доход. У нас сложнее деньги завести в систему, чем их вывести. И об этом скажет любой участник нашего сообщества. А это нонсенс для любого проекта в онлайне. Обычно наоборот, проще деньги завести, а когда выводить, хрен их выведешь. А у нас наоборот. У нас сложнее завести, потому что надо с криптовалютой где-то разобраться. А вот вывести, ну вообще проблем нет. Поэтому, дорогие друзья, вот внимание, если у вас, у кого-то есть рубли на сберкассе, и вы хотите вывести их, пожалуйста, напишите мне личное сообщение, и мы с моей командой запросто у вас их купим. Ну, ориентировочно сейчас очередь миллион, где-то около миллиона каждый день. То есть каждый день по миллиону российских рублей мы готовы покупать целой командой. Поэтому, дорогие друзья, пишите мне личное сообщение, у кого проблемы с выводом средств, либо вы не знаете, как это делать. Но это очень просто. Мы сделаем безопасный внутренний обмен, и все у вас очень быстро будет. Поэтому это уникум проектов в интернете. Еще раз повторю, у нас проще вывести, чем завести. И с этим сталкивается каждый участник. Поэтому, если у вас есть свободные рубли, и вы хотите их вывести, пишите мне, и все будет очень быстро и легко. Идем дальше. Быстрый поток, друзья мои. Это поток, который позволяет вам сегодня сделать поток, сегодня потянуть икаренси, сегодня нажать кнопочку «Начислить награду» и сегодня же получить первую выплату, которую сразу же можно вывести на сберкассу вместе с прибылью, друзья мои. Это уникальный поток, и поэтому многим новичкам он тоже очень нравится. Если стартовый поток он учит глобальному, глобальному никто не хочет учиться. Но потом в процессе действия, конечно же, допирают и, конечно же, идут стартовый поток и понимают, что там реально большие деньги, чем в быстром. Но быстрый поток как бы психологически приятнее. Сегодня нажал кнопочку, сегодня получил деньги, сегодня уже вывел. И просто это круто. Поэтому, дорогие друзья, у нас есть потоки на каждый вид денег. А деньги бывают разными. Они бывают короткие, бывают длинные, бывают свободные, бывают несвободные. Быстрые потоки очень хорошо любят несвободные деньги. Но я всегда говорю и буду говорить, что наше сообщество всех мотивирует участвовать свободными деньгами. Поэтому, друзья мои, свободные деньги – это гарант вашего эволюционного роста. Идем дальше. Следующий поток, который вы видите в своем кабинете – это растущий поток. Зеленая вкладочка в вашем кабинете. Под названием РП – растущий поток. Это поток, который растет со временем. Это поток, который нужно взращивать. Это живой поток. Он шевелится в зависимости от ваших действий. Сделали вы то, либо иное действие, он сразу же на вас откликается. И будет он давать либо больше, либо меньше. И сейчас я расскажу, как он работает. Мы его называем «базовые деньги на жизнь». Очень многие участники у нас реально с помощью этого потока легко гасят кредиты, легко покупают квартиры, машины, какие-то крупные покупки. То есть очень визуально интересный проект. Я бы сказал, любимчик у многих. Но если вы в стартовом потоке научитесь правильному мышлению миллионера, это мышление вам пригодится как раз-таки в растущем потоке. И тогда у вас будет все очень хорошо. Поэтому на стартовый не забиваем. Мы туда идем учиться. И тоже стартовый вообще – это самый высокодоходный поток. Но растущий поток – это тот поток, который визуально проще. Потому что сразу же видно, сколько у меня денег в потоке. И я забираю ежедневные начисления. Так вот, после того, как вы создали поток, допустим, вы внесли 100 тысяч, подтянули икаренси требуемые. Сейчас где-то порядка 370 с копейками икаренси. Это сейчас где-то около 40 тысяч. Еще на 40 тысяч купили икаренси и подтянули. И у вас в потоке сразу 250 тысяч. И вы ежедневными нажателями кнопки снимаете по 0,3%. Но прикол в том, что растущий поток, потому что ваш процент все время растет. Первый день – 0,33% от суммы в потоке. Второй день – 0,31% от суммы в потоке. Третий день – 0,32% от суммы в потоке. И так далее. Вы можете дойти до 0,5%, 0,6%, 1% от суммы в потоке. И таким образом увеличивать свои начисления. Поэтому это тот поток, который может превратить ваши 10 тысяч в 20 тысяч после подтяжки икаренси. Это тот поток, который может превратить ваши 50 тысяч в 112 тысяч после подтяжки икаренси. 100 тысяч в 250 тысяч после подтяжки икаренси. 500 тысяч в миллион 375. Миллион в 3 миллиона. 3 миллиона в 9 миллионов. 5 миллионов в 15 миллионов. И так далее. Предела нет. У многих участников, которых я видел шикарные, прекрасные кабинеты. Иногда максимум, что я видел, в потоке было 80 миллионов. Но я уверен, что уже сейчас это устаревшая информация. В потоке намного больше. И на данный момент это уровень доверия сообщества. Это человек, который по-настоящему разобрался, остановился, убрал шум из своей головы и начал разбираться. Вот те, кто остановится, меня сейчас услышат, разберется. Причем разберется въедливо. Понимаете? Коммерческие проекты по интернету, они мотивируют. Давай, давай, быстрее, быстрее. В нашем сообществе все очень спокойные. Нету вот этого давай, давай, быстрее, быстрее. Не надо никуда быстрее, не надо никому давай. Но мы все говорим, разберитесь, остановитесь, выдохните, возьмите ручку, карандаш. Если надо, калькулятор, хотя потом вам это надоест, потому что здесь сложные проценты, и нужно знать знания высшей математики. Калькулятор вам не поможет, потому что здесь нужно знание интегралов, понимание, что тот же самый даже растущий поток, он развивается по экспоненте, а не по линейной зависимости и так далее. То есть нам нужны немножко другие знания, уровень этих знаний. Поэтому со временем вам надоест считать, и вы прекрасно начнете получать деньги. Каждый участник сообщества нажимает кнопочку и получает деньги каждый день без обязательного приглашения. Такого нет. Я расскажу вам почему. Поехали дальше. Растущий поток нужно взращивать в копилке. Чем больше вы его взращиваете, тем больше ваш процент начисления. Это учит терпению, дорогие мои друзья, чего очень мало у человека, который не привык и не имеет инвесторского мышления. Вот этот момент ключевой. Человек, который подсознательно думает, что деньги – это зло, деньги – это еще что-то, это надо, чтобы быть богатым, воровать, ну еще что-то. Вот, да, негативные установки, да, чтобы подобраться до ваших установок, вы это можете только в режиме медитации. А так доступ к заводским установкам защищает ваш мозг, ваш мозг. Он очень умный, и чем дальше больше вы живете, тем он умнее становится, да. Он обучается и больше защищает ваши заводские установки. А вот от них зависит вся ваша жизнь, насколько вы можете ими управлять, их модернизировать и апгрейдить. Вот, поэтому, друзья, вы это сможете только обойдя ваш мозг, как он стоит в страж, в страж на воротах в ваше подсознание. Это называется работа с подсознанием. Поэтому я и говорю, что лучшие результаты показывают участники, которые ходят в баню, потому что они парятся в бане и не парятся в жизни. В бане очень мозг слабо решает математические задачи. Он слишком перегрет, а когда перегрет мозг, он не хочет думать. Поэтому в этот момент вы можете где-то даже и пройти в свое подсознание. Это так, вам небольшой лайфхак дарю. Тогда, когда вы отдыхаете, когда вы на расслабоне, когда вам делают массаж, когда вы немножко выключили свой мозг в режиме дремоты, очень можно залезть в свое подсознание, увидеть какие-то установки и их растождествить с собой. Очень важно растождествить эти установки с собой. То есть вы и деньги зарабатываются трудно. Вот эти два нейрона. Первый нейрон – это вы себя олицетворяете с этим телом. А второй нейрон – это деньги зарабатываются сложно. Так вот, если у вас между ними нейронная связь, у вас будет все в жизни происходить, что деньги вам будут доставаться очень сложно и упорным трудом, кровь из носа, потом и так далее. Да? Вам это надо? Если нет, тогда растождествляйте, убирайте эту нейронную связь из себя и с головы. Котлеты и мухи отдельно, зерна от плевел отделяем, а себя отделяем от денег с тяжелым трудом. Это не ваше тело. Поэтому этот нейрончик вы можете уничтожить в своей голове и туда поселить другой нейрончик. Деньги ко мне приходят легко и просто. Каждый день я магнит денег, да? Этому учат в школах? Нет. Этому учат в университетах? Нет. Даже на экономических факультетах. Почему? Потому что это элитные знания, которыми пользуются только люди, управляющие этим миром. Эти же знания мы в своей команде даем, каждое командное обучение, эти же знания даются бесплатно. Поэтому, дорогие друзья, вы здесь не просто приобретете деньги, вы здесь приобретете глобальные знания, с помощью которых можно изменить всю свою жизнь. И причем разные сферы. Здоровье, отношения, семья и так далее, да? А деньги это просто... Чем дольше участники задерживаются в сообществе, тем больше они становятся богаче, тем больше они понимают, что здесь не про деньги, здесь про людей. Их судьбы. И здесь про счастье. Поэтому многие пишут в чатах, вот вы видите, да? Приветствую, счастливые люди. А почему счастливые? Потому что нет нужды бегать за деньгами, деньги они уже есть. Зашел в кабинет, нажал кнопочку, получил деньги. Все. Потому что потоки... Ты становишься сам директором фирмы, у которой есть кабинет. И в этом кабинете ты сам управляешь своей жизнью, запуская те либо иные потоки, их развивая. А потом в дальнейшем, если захочешь, при желании, можешь уже и строить команду. Так вот, растущий поток учит терпению, друзья мои. Как сказал Уоррен Баффетт, деньги... Нетерпеливые люди очень любят деньги, но деньги любят очень терпеливых людей. Поэтому запишите вот этот момент и подумайте над этим. Так вот, растущий поток учит терпению. И стартовый, кстати, тоже. И растущий поток прорабатывает вашу жадность и страх потери. И вот эти вот три вещи, это, можно сказать, бич человека, у которого нет денег по жизни. Это отсутствие терпения, это жадность и страх потери. Вот эти три вещи надо убрать со своей головы. Растождествить вас с ними и убрать вообще. У вас не должно существовать жадности, не должно существовать страха потери. И, конечно же, терпение. Огромное терпение. Солнышко светит на планету Земля уже миллионы, если не миллиарды лет. Солнышко очень терпеливо. Несмотря на то, что по этой планете постоянно ползают какие-то гадины, постоянно что-то делают, войны какие-то, иногда даже ядерные. Вот наша цивилизация, она то ли шестая, то ли седьмая. До этого еще было шесть высокоразвитых цивилизаций. Вопрос, где они? Их нету. Они сами себя уничтожили. Солнышко за этим наблюдает уже миллиарды лет. Терпеливо. Не осуждая никого, кто бы что ни сделал на этой планете Земля. Понимая, что это эволюция, и это нужно, чтобы пошел рост этих существ, этих сейчас людей или животных. Это везде. Растительного царства это тоже эволюция. Какое терпение у Солнышка за этим всем наблюдать, представляете? Так это то, что мы знаем, что на нашей планете, а что на других. Мы же не знаем, что там происходит по-настоящему. Есть разные формы жизни, есть материальная форма жизни, есть полевая форма жизни. Поэтому на данный момент все очень интересно. Мы живем в очень интересном мире, вы даже не понимаете, даже по-настоящему в каком. Потому что никому об этом не дают знания, эти знания элитного плана. Поехали дальше. Но у вас появится время, потому что у вас будут деньги, вы сможете их тоже изучать. Пожалуйста, интернет в помощь, у вас доступ к глобальной библиотеке знаний. Поехали дальше. Следующий прекрасный поток. Вы, я думаю, заметили, что я немножко отхожу от потоков. Потому что мне уже скучно. Мне уже скучно рассказывать про них. Уже давно всем все понятно. Кому непонятно, разберетесь. Мы здесь уже говорим про жизнь. И параллельно потоки, как лопаты. Мы здесь говорим просто, потоки это лопаты наши, которые мы копаем и находим вклад каждый день. Следующий поток, накопительный поток, друзья мои. Накопительный поток, это сиреневая вкладочка в нашем кабинете. Если у вас еще нет кабинета, обязательно заходим по реферальной ссылке вашего пригласителя. Возьмите у него обязательно. Это вас ни к чему не обязывает. Но у вас будет доступ к информации, к табличкам, к процентам, к описанию каждого потока. И таким образом у вас появятся знания. А знания самые дорогие в нашем мире. Так вот, накопительный поток. Это деньги на будущее. Анализируя развитие нашего человечества, я скажу честно, что мы бежим просто в технократическую цивилизацию. Просто летим. И надеюсь, что хоть как-то человечество на каком-то этапе опомнится и будет как-то более благостно жить. И, кстати, от нас с вами это многое зависит. Поэтому будет ли у вас время думать об этом? Либо не будет. Когда? Мне даже некогда поспать. Мне надо идти, трудиться, зарабатывать. Деньги, многие говорят. Ну, мы даем возможность этого не делать. Поэтому, пожалуйста, займитесь любимым делом. Начните заниматься тем делом, о котором вы мечтали. Если у вас будут деньги на пассиве, вы можете полностью изменить свою жизнь. Многие реально так и делают. Так вот, накопительный поток – это уже очередной поток в нашем кабинете. Это поток со стратегией от 3 до 25 лет, друзья. Это, можно по-другому сказать, наш пенсионный фонд. Вот 207 человек потрясающих, которые сегодня решили уделить время для того, чтобы разобраться, что же такое денежные потоки. Вот именно вы прекрасные люди, вы можете, имеете, либо уже можете иметь возможность взять эту возможность, которую я наблюдаю седьмой год, а сообщество создавало 11 лет, друзья мои. Вот 11 лет сообщество херачило с потом и кровью, создавая эти алгоритмы. А у вас сейчас есть просто возможность это брать. Я так вам завидую, потому что, когда я пришел в 17-м году, у нас не было таких алгоритмов. И пришлось немножко попыхтеть, чтобы они появились. У вас же это есть именно здесь и сейчас. Это полная халява, скажу вам честно. Поэтому, кто кому она надо, кто меня услышит, тот возьмет эту информацию и, конечно же, с ней довольный, счастливый пойдет по жизни. Внедрит ее в свою жизнь и станет проще. Так же, как вы внедряли постоянно что-то в свою жизнь. Хороший диван вы внедрили в свою жизнь и у вас в зале стало комфортнее. Хороший электрочайник, вам проще стало кипятить воду. Внедрили там, газ провели в дом и у вас проще стало варить суп, пирожки, печь. Так же вы можете это внедрить и у вас просто будут появляться свободные деньги от пассивного дохода. Представляете? Просто внедрив инструмент в свою жизнь. Вот очень важно, что вы внедряете в свою жизнь и что вы убираете в свою жизнь ненужное для вас. Вот это очень важно. Так вот, накопительный поток – это внедрение пассивного дохода на долгие годы вперед. Накопительный поток – это поток на будущее. Деньги в будущем тоже будут нужны, оказывается. Я очень сомневаюсь, что их скоро отменят. И наша цивилизация пойдет по-другому, более эволюционно гармоничному пути развитию. Поэтому деньги в будущем будут тоже нужны. И стратегия от 3 до 25 лет – это как раз та стратегия, которая дает возможность деньги иметь в будущем. По сути, мы, вот я, допустим, со своим партнерами, мы создаем себе таким образом пенсии, которые уже через 3 года мы можем многие получать. У многих уже прошло год, два. Вот первые выплаты по этому потоку будут, по-моему, в январе следующего года. И уже первые участники начнут получать выплату по накопительному потоку. Этот поток, который запустился чуть меньше 3 года назад, и сейчас он дает уже хороший уровень доверия. Мы все понимаем, как он работает. Есть целая табличка с коэффициентами. Он так работает, что накопительный поток имеет период накопления и период выплат. Допустим, вы выбрали 3 года период накопления. Значит, у вас будет 3 года период выплат. Вот, допустим, вы зашли на 10 тысяч в накопительный поток. Это поток с обязательным пополнением каждые 3, каждый месяц. То есть 3 года вы каждый месяц пополняете этот поток. У вас 3 года накопления и 3 года выплат. 10 тысяч превращается, по-моему, там больше, чем в 50 тысяч. Поэтому вы 3 года будете получать по 50 тысяч. Накопительный поток – это обалденная тема, которая дает, по сути дела, пенсию. В долгосроке особенно. Используйте накопительный поток. Поймите, как он работает на хотя бы 1 тысячи. Это минимальный порог захода на накопительный поток 1 тысяча. Через 3 года превращается в 5 тысяч и выплачивается в течение также 3 лет. Дальше. Следующий поток – это поток удачи. Либо наша беспроигрышная лотерея, которую вы увидите в своем кабинете. Это лотерея 5 из 32, которая дает возможность выиграть джекпот. Вот за последние 4 месяца около 24-25 участников уже сорвали джекпоты, друзья. И мы за них очень рады. Это и миллион, и 300 тысяч было, и 10 тысяч евро, и 3 тысячи евро сколько раз срывали. И так далее. Поэтому поток удачи – это тот поток, который может за один день сделать из вас миллионера. Играйте, выигрывайте. Это как раз тот поток, который позволяет всегда выигрывать. Лотерейка играет до момента выигрыша. Выигрыш – это 2 числа, 3 числа из 5, 4 числа, либо 5 из 5 джекпот. Правила лотереи во вкладочке LT, либо лотерея. Заходим туда и читаем. Там большая красная кнопка написана правила лотереи, и там все написано. Лотерея состоит из трех лотерей. Это золотая лотерея стоимостью 1000 рублей и джекпот – миллион. Синяя лотерея стоимостью 500 рублей, джекпот – 500 тысяч. И классическая лотерея стоимостью 100 рублей, джекпот – 300 тысяч. Обязательно используйте и играйте, чтобы ваша удача могла материализоваться в вашей жизни. Не в коробок спичек, а в джекпот. Сейчас я вам рассказал о денежных потоках, но это далеко не все возможности финансовые есть в нашем сообществе. Повторим. Первый поток, про который я рассказал, это обычные стартовые, потом ускоренные стартовые, потом обычные быстрые, потом супербыстрые, потом растущие. Пять. Шестой у нас накопительный поток и лотерея. Итого, семь инструментов у вас есть в кабинете, но это далеко не все, не все возможности, которые вам даны для того, чтобы к вам приходили деньги. Дело в том, что наше сообщество имеет рекламный бюджет, но в связи с тем, что позиция и политика сообщества таковая, что надо кормить своих активных участников и лидеров, поэтому этот рекламный бюджет распределяется среди активных участников и лидеров в виде реферальной программы вознаграждения за развитие проекта. Мы сами тихонечко, своими руками рассказываем, кто хочет, опять-таки, другим людям и участвуем в распределении рекламного бюджета в виде реферальных бонусов. Еще один источник дохода – это реферальная программа. От 2 до 7% в зависимости от потока, который откроет ваш пригласитель, сообщество вам платит из рекламного бюджета. Поэтому реферальная программа очень хорошая, щедрая, можете ей пользоваться. Очень многие участники, которые особенно приходят с минусами, потери в интернете, с других проектов, очень задействуют реферальную программу для того, чтобы очень быстро восстановить свои финансовые позиции, часто выплатить долги и построить, соответственно, команду и хорошее начисление. И следующее – это лидерский бонус. Когда наш участник уже разобрался со всеми нюансами работы системы, с потоками, создал потоки, и дальше имеет 10 человек в своей первой линии, он может претендовать на статус лидера. Что это такое? Для того, чтобы стать лидером, нужно пройти соответствующее обучение, сдать экзамен, и на экзамене у топ-лидера, на совете лидеров мы принимаем решение о назначении данного участника лидером. С, соответственно, присвоением ему этой должности. И лидеру открывается уже глубина до бесконечности своей личной ячейки по структуре лидеров, которые будут у него в команде, до седьмого уровня. Поэтому, дорогие друзья, это очень крутейшая возможность для того, чтобы даже подняться из минусов. Поэтому те из вас, кто считает, что из-за потери в интернете вы в полной ж, то превратите эту букву в жизнь именно через эту программу и наши потоки. Поэтому у меня есть много участников, которые практически никого не приглашают, но крутят миллионами. И есть много участников, которые пришли с минусами и построили команды, и давным-давно закрыли все свои кредиты и чувствуют свободу, финансовую свободу каждый день, нажимая просто на кнопочку и развивая себя и свою команду. Поэтому те, кто захочет строить команду, он просто автоматически будет развивать самого себя, потому что невозможно, отдавая знания другим, оставаться со старыми знаниями. Тебе будут приходить новые знания. Это ускоряет эволюционный рост, кстати, для человека. Так, теперь 7 инструментов, 7 потоков лотереи накопительной у вас есть в кабинете, плюс 2 возможности еще. Итого 9 возможностей финансовых у вас есть в вашем кабинете на каждой платформе. Теперь я вам расскажу о финансовой инфраструктуре. Что у нас есть, что сообщество создало и что сейчас есть в доступе. То есть я сейчас каждый день управляю 10 сайтами, 10, друзья мои. И я еще знаю еще минимум 5 сайтов, которые находятся в ожидании запуска готовности сообщества. Вот когда вы будете готовы, тогда эти еще 5 сайтов запустятся, и у вас будут еще дополнительные возможности. Это бы хоть вы забрали возможности со всех 10 сайтов, так еще еще есть, да? Это далеко не все. И возможности крутейшие там в будущем тоже будут. Но для этого надо сначала разобраться здесь. Поехали дальше. Что у нас есть? Это 5 касс взаимопомощи нового поколения на 5 площадках. Это разные международные площадки. Первая рублевая площадка в рублях. Вторая общевропейская в евро. Испанская третья в евро. Четвертая польская в польских злотах. И киргизская в киргизских сомах. Это 5 площадок. Они открываются в тех странах, где у нас есть уже сильная комьюнити. У нас есть сильные команды единомышленников, которые понимают, что они уже хотят как бы и свою страну продвинуть. И начинают там организовывать соответствующие площадки. Поэтому, друзья, у нас 5 площадок. И это не предел. В этом году возможно откроется еще. Дальше. И я буду управлять уже не 10 сайтами, а 11 сайтами. Идем дальше. Следующие наши сервисы – это криптовалютно-платежные сервисы. Два у нас. Это Сберкасса и Монистораж. Сберкасса заточена в основном для работы с постсоветским пространством. А Монистораж – с западной финансовой системой. Но, что и тем, что и другим, может, в принципе, использовать любой человек на планете Земля. Потому что мы все равно заходим, выходим через криптовалюту. И это очень просто. Из тех, кто, допустим, не обладает этими навыками, то я вам рекомендую начинать учиться. Мы уже 24 года живем в информационном веке. Начинаем учиться, друзья мои. Те, кто перестали учиться, те станут динозаврами. А динозавры имеют свойство вымирать. Поэтому, друзья мои, дарю еще один секрет. Называется секрет вечной молодости. Это постоянно учиться. То есть, оказывается, новые нейронные связи в нашей голове продляют нам жизнь. Представляете? И чем больше будет новых нейронных связей в нашей голове, как у ребенка, который познает этот мир. Он живет широко открытыми глазами. Тем дольше вы будете жить и наслаждаться. Ну а грех не жить, когда у вас пассивный доход. Вы становитесь... Все завидуют европейским миллионерам, пенсионерам, да? Миллионерам, наверное, тоже, да? Пенсионерам. И японским, да? Которым могут после 60-ти спокойно путешествовать по всему миру и себе ни в чем не отказываться. Так вот, у вас есть такая возможность. Мы объединились, чтобы создать такой мир, где у каждого будет такая возможность. Если о нас не подумало кто-то свыше там где-то, да? То надо самим о себе подумать. И все будет у всех хорошо. Так вот, у нас два криптовалютно-платежных сервиса. Дальше. У нас есть свои криптовалюты, причем не одна, но основная, которой мы пользуемся, это eCurrents, за счет которой у нас вся прибыль в нашем потоке. И эта криптовалюта только за последний год показала X30, друзья мои. То есть увеличилась по стоимости в 30 раз. Понимаете, да? То есть те участники, которые год назад заходили, они четко понимают, как же они ступили и не просекли, не просекли тот момент, что eCurrents, оказывается, может подорожать, да? То есть если бы вы знали эту информацию, и вы бы год назад на 1 миллион рублей купили eCurrents, то бы сейчас вы смогли бы продать более чем за 30 миллионов рублей. Как вам доходик? Хороший, мне кажется, да? Так вот, друзья мои, eCurrents – это постоянная растущая криптовалюта. Почему она растет? Потому что как можно большее количество участников создают, как можно большее количество потоков. То есть я постоянно создаю новые потоки на новых площадках, и везде мне нужны eCurrents. И чем больше потоков у меня есть, на еще большие номиналы, тем еще больше мне надо eCurrents. То есть постоянный спрос на нашу криптовалюту. За счет этого идет удорожание криптовалюты, которая пользуется очень большим спросом. Дальше. Это облачный майнинг. Облачный майнинг – это шикарный инструмент, с помощью которого тоже можно майнить нашу eCurrents и на этом тоже зарабатывать. Следующее. Это наш блокчейн с огромной скоростью транзакций. Те, кто научится пользоваться нашими криптовалютными платежными сервисами, увидят, насколько молниеносно происходят платежи. Дальше. Это нейросеть, друзья мои. Нейросеть – это такая штука очень интересная, которая убирает человеческий фактор, друзья мои. Уже два года на страже нашего сообщества стоит нейросеть. И это не простая нейросеть. Она самообучаемая, самообучающаяся. То есть она сама себя учит, как правильно управлять нашими денежными потоками для того, чтобы исполнить главную свою миссию, а главная ее задача, которую ставит руководство нашего сообщества – это обеспечить вечную бесперебойность, безопасность развития нашей финансовой системы. И с чем уже второй год нейросеть великолепно справляется. Поэтому, друзья мои, это далеко не все. Я еще знаю только пять, еще пять проектов, да? Вы бы хоть с этим разобрались, ваша жизнь уже поменяется в лучшую сторону. Поэтому разберитесь с этим. Инфраструктура всегда стоит очень дорого. Сообщество заплатило за эту инфраструктуру несколько десятков миллионов долларов. И одиннадцать лет, вот уже двенадцатый год идет развитие. Это время и это деньги. Ни один коммерческий проект никогда не будет вкладывать такое количество денег и столько времени в свою инфраструктуру. Потому что задачи другие. Я сейчас вам попозже расскажу, отвечая на вопрос, откуда действовать. Следующее. Это будем отвечать на часто задаваемый вопрос. САО, инфраструктура, вы смотрите, вернусь к предыдущему вопросу. Инфраструктура делается для того, чтобы жить с этими в долгую. Коммерческие проекты делаются так, чтобы быстрее срубить бабло и как можно быстрее свалить. Потому что мир настолько быстро меняем, что это очень неэффективно долго что-то где-то крутить. Поэтому коммерческие проекты работают совершенно по другим алгоритмам и законам. Так вот, давайте мы сейчас ответим на часто задаваемые вопросы. Первое. Всех интересует вопрос. Откуда деньги, Федя, да? Да, откуда уж у тебя деньги? Помните, да, бриллиантовую руку, да? Когда она встала, а он пьяный такое утром, и она держит деньги и пистолет. Откуда, Сеня, деньги у тебя? Так вот, все участникам интересно. Откуда же деньги? Как такое возможно, что столько участников, несколько сотен тысяч по всему миру, каждый день могут нажимать кнопочку и каждый день могут выводить деньги. Представляете? И откуда деньги? Откуда столько денег? Берем ручку и записываем. Давайте вот, чтобы мы к этому вопросу уже больше не возвращались, я вам расскажу про пять источников дохода. И еще несколько я рассказываю своей команде индивидуально, потому что это они поймут эти источники, когда уже будут знать изнутри работу всей системы. Для вас эти источники пока еще рановато. Вот, хотя бы пять усвоите, и этого уже достаточно, чтобы понимать, откуда деньги. Первое. Жирный источник дохода сообщества от прогнозируемого роста курса нашей криптовалюты и каренции, которая только за последний год выросла в 30 раз. Это очень хорошая статья дохода. Второе. От справедливого перераспределения денежных средств не по принципам пирамидальной системы, в которой мы все вынуждены жить во всем этом мире, вне зависимости от страны, в которой вы живете, а по принципу одноранговой сети. Одноранговая сеть впервые, по сути дела, король Артуру не был маркетологом. Он озвучил философскую идею, но эта философская идея легла в принцип одноранговой сети. Принцип короля Артура. Круглый стол, равный среди равных, первый среди первых, король среди королей. Это тот принцип, который заложен в принципе одноранговой сети. Так вот, друзья мои, вне зависимости от того, вы пришли сегодня, вчера, 10 лет назад, либо как я 7 лет назад в сообщество. У нас у всех одинаковый кабинет, у нас у всех одинаковый процент, у нас у всех одинаковый старт, одинаковые условия. Но как мы управляем этими кабинетами, вот в этом большая разница. Так вот, справедливое перераспределение, это очень важно, это очень жирная статья дохода. Почему? Потому что, когда перераспределение идет по принципу пирамидальной системы, низы кормят верхи. В нашем сообществе нет ни низов, ни верхов, ни первых, ни последних. У нас все с одинакового старта существуют и начинают равномерно развиваться. Поэтому все деньги не туда уходят вверх, да, как в этом мире, да, новости слышали, да, что через годик появится долларовый триллионер, друзья мои, триллионер. Представляю, вам эта цифра влазит в голову просто, вот представьте. Человек такой, да, я наконец-то триллионер, я шел к этому всю свою жизнь, да, и вот весь мир мой, да, вот он, я триллионер. Мы живем вот в этом мире, представляете? Ведь кто-то так мыслит, что он будет счастлив вот иметь триллион, да, а потом, наверное, мультитриллион какой-нибудь или еще. Тут смысл-то в чем? Смысл в том, что вот в этой системе, в которой мы живем, деньги все стекаются вверх. Поэтому один доллар купите, переверните, там четко нарисована пирамида, никто ни от кого ничего не скрывает. Потому что умные люди, которые создали этот мир, знают один принцип, что маленькие тайные надо скрывать, а большие надо дать под нос человеку подсунуть, и никто ни о чем не догадается. В силу вер, неверие в то, что это возможно. Вы, надеюсь, поняли, да, о чем я вам сейчас рассказал. Поэтому все, большие разводки, большие махинации всегда на виду. А обычный человек просто не может, в силу неверия того, что это возможно, он просто не верит, что такую большую разводку можно провернуть. Так вот, в 1913 году провернули такую прекрасную разводку и создали пирамидальную банковскую систему. Поэтому на данный момент все уже за 100 лет вынуждены в ней жить с 90-х годов и постсоветское пространство. Поэтому поздравляю вас с этим. Если у вас есть банковская карточка, любая, любой страны, вы уже участник мировой финансовой системы. Если у вас в ней все хорошо, то вам не надо, вы, может, даже сюда. То есть живите спокойненько, как надоест, приходите. Если сообщество для тех людей, которые хотят жить как-то по-другому. Если у человека все хорошо по жизни, он нашел лазейки, как бы тропинки успеха, можно назвать это так, либо еще что-то, создал какие-то бизнесы, и у него там все получается. Спокойно живите, да, живите, наслаждайтесь. Просто проблема в том, что у тех людей, которые создали бизнесы, у них категорически не хватает времени. Потому что эти бизнесы надо держать силой воли, держать чем-то. Мир постоянно меняется, бизнесы меняются, конкуренты начинают постоянно совершенствоваться, и ты вынужден постоянно держать на контроль. Поэтому у этих людей, как правило, не хватает времени. Деньги-то есть, а времени ни хрена нет. А потом время уходит безвозвратно, и человек говорит, блин, а я толком-то и не жил, я больше бизнесом занимался. Но это уже каждый решает сам, что ему делать. Так вот, справедливое перераспределение – это очень важная штука, которая дает большое количество денег каждому из нас в разное количество, в разное время, но постоянно. Это деньги, растянутые во времени для каждого из нас. То есть денег по жизни, по-настоящему, много не надо, но они нужны каждый день. Вот в чем момент. Проблема-то не в том, что у вас нет миллиона долларов. Проблема в том, что у людей кастовые разрывы. Именно за это приходится залазить все больше и больше в кредиты, и все больше и больше идти в кабалу. Почему? Потому что кассовый разрыв, вам нет денег платить по счетам. Вот в этом-то проблема. И вот эти кассовые разрывы эта система использует, чтобы еще глубже человека закрутить ему гайки. А наша система, наоборот, создает такие условия, чтобы человек раскручивал. Если банковская система закабаляет, то наша система раскабаляет, дает возможность человеку жить свободной жизнью. Для этого она и создана, это единственная ее цель. Следующий источник дохода. От того, что у нашей системы нет хозяина, и весь доход остается в нашей кассе взаимопомощи. Потому что у нас не коммерческий проект. Первое. У нас социальный, образовательный, финансовый проект. Запишите этот момент. Это очень важно. У нас нет хозяина. У нас не коммерческий проект. Целью коммерческого проекта заработок денег. Это единственная цель. И причем для хозяина, для владельца о пирамидальной, как обычно, системе. Поэтому у нас нет хозяина, у нас нет владельца. У нас есть идейный основатель, у которого и так было все хорошо. Еще даже за 7 лет до момента появления мысли о зарождении сообщества. Уже и так было все хорошо. Дмитрий Васадин уже сытый, начиная с 2006 года. Можно так, грубо говоря, деревенским языком рассказать. Так вот, сытый человек создал систему для голодных, чтобы они могли объединиться и помочь друг другу. По справедливым алгоритмам в том числе. Создав внутреннюю экономику сообщества. Потому что наши предки понимали всегда, что с копом жить проще, чем по одному. Почему? Если бы наши предки не умели в прошлом доверять друг другу и объединяться, то вы бы не имели возможности ходить по этой грешной земле. Потому что всех бы истребили, как это произошло с определенными народами, которые не могли объединяться, которые не доверяли друг другу. Поэтому этих народов сейчас уже нету на планете Земля. Либо многих осталось и единицы считанные. Слава Богу, наши предки, тяжелые моменты доверяли друг другу и умели объединяться. За счет этого мы имеем потрясающую возможность жить на этой планете Земля. Так вот, Дмитрий Васадин создал такую же систему, в которой все доверяют друг другу и объединяются. За счет этого становится жить проще, легче и от этого веселее каждый день. Поэтому, дорогие друзья, это не просто какой-то проект в интернете, чтобы срубить бабло. Это место, где вы станете свободным, если, конечно, свобода вам нужна. Следующий источник дохода – это деньги от того, чтобы наши потоки так хитро устроены, что их надо постоянно пополнять. Я каждый день пополняю свои потоки, создавая все новые-новые потоки, а старые все время пополняю. И они каждый раз, с каждым пополнением дают мне все больше, больше и больше. И так происходит у каждого участника. Идет для своей цели, потом дальше, потом дальше. И на данный момент это и есть финансовая свобода. И наши потоки, еще раз повторю, хитро устроены, что они постоянно просят, чтобы их пополнили, чтобы они могли дать все еще больше. Мы еще больше пополняем, они больше дают. Мы еще пополняем, подтягиваем икарность, они еще больше дают. И так далее, друзья мои. Поэтому мы постоянно пополняем свою систему. Причем, чем участник дольше задерживается в сообществе, тем он более уверенно пополняет систему. То есть многие думают, а-ля-ля, деньги от новичков. Вот это мне вообще смешно становится от этого. Потому что я уже 7 лет над этим наблюдаю. Я знаю, как ведут себя старички и как ведут себя новички. Новичок заходит на 3000. Ой-ой-ой, я без денег, я там понажимаю, посмотрю. И полгода смотрит кто-то. Самые умные смотрят неделю. Все остальные более долгий период времени. Старые участники заходят на миллионный, понимая, что лучшего нету и не будет. Они разобрались просто. С философией сообщества, с принципами, с идеей. Поняли, что здесь люди реально находятся десятками лет. Десятками лет. И от этого их жизнь стала лучше. Так чего бы не действовать более уверенно. Поэтому все старые участники, которых очень много, кормят эту систему. И кормят вот этих вот маленьких новичков, которые неуверенно зашли сюда и пытаются разобраться с этими кнопочками. И заходят на эти 3000. Их крутят, крутят, крутят. И потом, может быть, мне на 5 зайти. Заходи на 5. И вот на 5 начинает крутить. И вот через месяц, может быть, мне на 8. Ну, заходи на 8. Вот так вот, да. Поэтому, ну, вот этот процесс, он идет долго. У каждого человека свой период эволюции, да. А старый участник, он понимает уже четко, куда ему надо идти, какая у него цель. И он действует очень быстро. И он действует очень уверенно. Поэтому сотни тысяч, миллионы спокойно прокручивают старые участники и выходят на качественно другой уровень развития. Это, я вам говорю, эволюция участников в нашем сообществе. Последний для вас сейчас, сегодня доход от нашей системы. Деньги от того, что это я из источника увидел тогда, когда я уже стал анализировать большую свою многотысячную команду. И увидел такой момент, что где-то 10-15% участников, как бы я не рвал свое горло на командным обучением, рассказывая про лайфхаки, стратегии, правильное поведение, правильные действия, чтобы был максимальный результат. Они все равно идут своим путем. Они говорят, у меня своя стратегия. Я парень умный, либо женщина, поэтому не надо меня учить. Я сама разберусь. Так вот, эти участники сами разбираются и делают кучу глупых действий, которые система бы и рада бы дать им больше. Так не берут, потому что делают неправильные действия и получают неправильный результат. То есть чуть поменьше получают деньги. За счет вот этой экономии глупых действий идет экономия денег в системе. Система бы и рада дать, так не берут. Потому что не разобрались до конца, потому что считают, что они умные. Но все, кто считает себя умными в нашей системе, получают мудрость со временем. Но со временем, заплатив за это деньги, либо недополученные деньги, либо деньги, которые непосредственно они наработают уже в период управления своими потоками. Поэтому, друзья, каждый со временем становится все-таки мудрым и начинает правильные действия делать, начинает крутить потоки. Но у некоторых этот период подольше. За счет этого огромная экономия денег в нашей системе, потому что люди не все способны учиться. Кто-то не хочет, говорит, я уже все знаю. Поэтому это офигенные источники денег. Это очень жирные источники денег, о которых я вам рассказал, о пяти источниках денег. Следующий вопрос. Пирамида. Тот, кто не понимает, что такое пирамидальная система, смотрите, пожалуйста, фильм «Деньги. Пирамида долгов». Вы сейчас живете в пирамидальной системе, потому что все деньги стекаются туда, вон туда. Низы кормят верхи. Запомните, это главный принцип пирамидальной системы. Вот. Что сейчас и происходит. Вы когда-нибудь голодного банкира видели, который хозяин банка? Не тот, кто наемный работник в банке, а кто хозяин банка. Вы видели кого-нибудь голодного? Я ни разу не видел. Вот. Поэтому они все жирные, сытые такие, все нормально у них, да? Поэтому, дорогие друзья, низы кормят верхи. Это особенности той пирамидальной системы, в которой вы живете. Поэтому не путайте. Вот. И не мыслите шаблонами. Постарайтесь разобраться. Вот это очень важный момент. Разобраться. Остановиться и разобраться. Идем дальше. Лохотрон, не лохотрон. Вот это все, да? Это смотрите. Тот, кто начинает мыслить такими категориями, это говорит о том, что человек не имеет своего жизненного опыта. И либо его очень мало. Либо не разобрался, да? Вот. Как правило, человек мыслит шаблонами другого мнения, где он это считает мнение авторитетным. И таким образом, не наработав своего опыта, он начинает делать выводы уже. Поняли, да? Выводы, не наработав свой личный опыт. То есть эти выводы как минимум субъективны. Приведу маленький простой пример. Почему я в сообществе? Потому что в 2017 году, в декабре, приходит ко мне мой знакомый. У меня тогда было турагентство. И говорит, тут тема есть. Интересная. На кнопку нажимаешь, деньги получаешь. Я улыбнулся. Потому что это была действительно нестандартная информация. Я из офлайна. Я из офлайн бизнеса. 10 лет я управлял разными бизнесами. И тут приходит человек и говорит, на кнопку нажимаешь, деньги получаешь. Я улыбнулся. Но! Я не сказал, пошел вон. Я не сказал, ты дурак. Ты меня куда-то хочешь затянуть что-то, да? Я к тому времени и посмотрел, я как бы посмотрел даже фильм про МММ, пирамида, да? Кстати, интересный фильм. Кто не смотрел, обязательно посмотрите. То есть я немножко был в теме, да? Но, тем не менее, я не сказал, что иди ты дурак, ты что говоришь, да? Нет. Я говорю, окей. Давай разберемся. В этот же день я зарегистрировался. В этот же день я создал свой первый алгоритм. Тогда не назывались потоки. В этот же день я начислил и начал уже разбираться со всеми нюансами работы системы. Друзья мои, ко мне пришла информация в этот же день. И в этот же день я сразу начал действовать. Нарабатывая свой личный опыт, на основании которого я могу принять решение, интересно мне или нет. Дерьмо это или нет. Лохотрон это или нет. Пирамида это или нет. Или это действительно надо мне в моей жизни. Только на основании моего личного опыта я могу принимать такие решения и говорить такие вещи. Понятно, да? Вот это позиция взрослого человека с успешным мышлением, который на себя берет всю ответственность. Позиция ребенка взрослого это позиция того, что кто-то где-то за меня что-то сделает. И вот наконец-то счастье придет в мою бренную жизнь. Следующий вопрос, который мне... Надеюсь, вы на третий вопрос поняли, да, мой ответ? Следующий вопрос, четвертый вопрос, который часто задают, это приглашать, не приглашать. Система устроена таким образом, что в нее не надо встраивать обязательное приглашение. У нас в системе нет обязательных приглашений. Хотите, приглашайте и пользуйтесь распределением рекламного бюджета. Не хотите, не приглашайте. У меня есть и те участники, и те. И те участники счастливы, и те счастливы. Есть участники, они очень тихо пригласили, может, одного человека когда-нибудь там полгода назад и крутят своими миллионами. У них все очень хорошо, друзья мои, очень. И есть другие участники, у которых было все очень плохо. Но они выбрались из дерьма за счет вот этого рекламного бюджета. Они создали и развили свои потоки. Они превратились в тех людей, у которых мандражка от стука в дверь каждый раз, в тех людей, которые спокойно, ровно дышат, у которых уже нет кредита. И у которых огромная команда, которая дает им возможности жить совершенно другой жизнью. Есть и те, и те. Но в связи с тем, что у нас некоммерческий проект, нам не надо быстрее, быстрее, отбивай, убегай, зарабатывай, здесь веди людей. У нас этого не надо. Мы сюда пришли, чтобы спокойно жить. Задача кассы взаимопомощи – оказать взаимопомощь. Создавая поток, я оказываю вам взаимопомощь. Вы создаете поток и оказываете мне взаимопомощь. В разное время, в разном количестве. Это все обалденно так устроено, выработано за эти 11 лет уже. Уже 12-й год идет развитие сообщества. Что лучшего, вот честно сказать, и не придумать. Как я вам всем завидую, которую вы услышите, эту информацию. И о том, что есть такая потрясающая возможность сюда прийти и здесь остаться и наслаждаться. Потому что когда я еще приходил, еще было в процессе создавания всего. Многие моменты допиливались. Денег было больше, но деньги давались в таком количестве, что люди не способны были их схавать. Они психологически были к ним не готовы и делали неправильные действия. Сейчас настолько алгоритмы психологически заточены, что они стали уже совершенно уникальными финансовыми инструментами. Именно поэтому приглашать у нас не надо. Наши денежные потоки сами себя приглашают. Если вы поймете это, вы начнете приглашать. Знаете почему? Потому что я расскажу небольшой секрет. Некоторые мои участники, они вот допустим год назад пришли, и потом сидели, присматривались, крутили, вертели, добавляли, реинвестировали, смотрели, наблюдали, задавали мне сотни каверзных вопросов. Потом, наконец-то, к ним снизошло доверие через годик. И вот я все, я созрел, я начинаю строить команду. И идут к своим знакомым. Говорят, слушай, тут тема прекрасная есть. На кнопку нажимаешь, деньги получаешь. Их знакомые говорят, ты о чем? Он говорит, а вот потоки. Он говорит, так я уже там. И он офигевший, и таких у меня очень много, понимает, что он тупо протупил. И пришел кто-то более голодный, более быстрый, и дал его знакомому информацию раньше, чем он пока смотрел и думал и раздуплялся. Поэтому, друзья мои, пользуйтесь всеми возможностями. Успевает успех от слова успевать. Поэтому успевайте использовать все возможности, которые даны нашим сообществам, сообществам единомышленникам, сообществам свободных людей. Что такое наше сообщество? Сообщество свободных людей, которые объединили свои ресурсы, активы, психоэмоциональную энергию для того, чтобы создать параллельный мир, другой мир, в котором люди живут совершенно по-другому. По-другому принципу перераспределяются денежные средства, по-другому принципу появляются в жизни денежные средства. И за счет этого мечта Дмитрия Васадина, которой он уже идет уже 11 лет. Поэтому мы носим маленькую лепту, чтобы помочь эту мечту осуществить. И уже много лет несколько десятков, сотен, вернее, тысяч участников в нашем сообществе продвигают и развивают наши денежные потоки. И причем хорошо, что вы узнали эту информацию именно сейчас, а не через 10 лет. Берите ее с собой по жизни, и жить вам станет намного проще, легче и веселее. И денежные потоки, поймите, это не какой-то маленький проект в интернете, чтобы срубить бабло. Нет, это маленькая часть огромного замысла по созданию параллельного финансового мира, где у всех все хорошо, где другие законы, которые больше развивают человека, помогают ему жить счастливой, свободной жизнью, а не закабаляют его, принуждая к чему бы то ни было. Поэтому мы гордо говорим, мы сообщество свободных людей. Если эта вам тема перекликается, присоединяйтесь, и будем вместе наслаждаться свободой среди единомышленников. И когда вы разберетесь, со стопроцентной уверенностью я скажу вам, что вы поймете, что такого проекта у вас не было и никогда не будет. Поэтому, дорогие друзья, у меня все. Сейчас я готов ответить на какие-то ваши вопросы. Поднимайте руки. У кого-то, если есть какие-то истории, истории вашего, может, успеха, сообщества, обязательно поделитесь. Это будет очень приятно тем, кто будет смотреть в записи. Те, кто смотрит в записи, обязательно подписывайтесь на канал. И поехали. Жду ваши руки. У вас есть центральная кнопочка такая, синенькая. Нажимаете поднять руку, и я увижу, что вы хотите задать вопрос. Включу вам микрофон, и у вас будет возможность задать вопрос. Поэтому поднимайте руки. У кого что-то непонятно, кто хочет поделиться, может, какой-то своей историей, кто хочет рассказать о том, что он понял в потоках, друзья, не стесняемся, потому что это важно для всех, особенно новых участников, которым очень это все очень интересно. Так, ну что, одна минутная готовность. Кто успеет, тот успеет. У того будет возможность задать вопрос. Жду ваши руки. И если их не будет, то будем завершать наш эфир. Всех вас благодарю. Больше чем 220 участников принялись сегодня в презентации. Надеюсь, вам понравилось. Надеюсь, вам было интересно. Только про потоки рассказывать мне уже неинтересно. Я рассказываю про смысл, про смысл всего этого. Я рассказываю про смысл этих потоков, для чего они даны. И, конечно же, я вот сейчас вижу уже ваши руки. И Бейшембек первый слушаю. Включаем центральную кнопочку, микрофончик перечеркнутый. И можем задать вопрос. Привет всем. Я звоню с города Каракол. Ну, сегодня, Андрей, произошло вот такой вот случай. Мы регистрировали новичков, но одна из них никак не могла нам дать код подтверждения. И мы тоже не могли найти выход из этой ситуации. И процесс регистрации будет продолжен завтра. У меня вот такой вот вопрос. Вот на мой телефон, как вот направить код подтверждения системы? Это технический вопрос. Бейшембек, это технические вопросы. Все технические вопросы мы решаем в личных сообщениях у своих лидеров, со своими лидерами. Если вы у меня в команде, пишите мне. Вот. И все технические вопросы решаем лично. Это не те вопросы, которые надо в рамках презентации. Это лишние вопросы. Здесь и так столько информации я дал за полтора часа. Я еще буду рассказывать о каких-то технических вопросах. Люди просто все закипят. Хорошо. Спасибо, Бейшембек, что подняли руку и задали вопросы. Это тоже дорогого стоит. Кто еще поднимал руку? Слушаю вас. Так, Надежда. Надежда, слушаю. Нажимайте центральную кнопочку и задавайте вопросы. Так, Надежда что-то пока не прорывается. Ольга, слушаю. Нажимали поднять руку. Нажимаем центральную кнопочку и задаем вопрос. Микрофон у кого перечеркнутый? Ольга. Да, слушаю, Ольга. Я два с половиной месяца, когда шла в проект. Но до этого я была в Меркурии где-то с 14 по 17 год. Но потом ушла. Не разобралась, когда начали открывать кабинеты, вот эти майнинги начались. Вот. Что-то для меня было сложно, и я ушла. А могли бы купить майнеры? Сейчас вы были бы богатейшим участником нашего сообщества. У меня был кабинет, да. Хорошо, я сохранила мой кабинет сыновей, и мне помогли вывезти оттуда. Когда я пришла, я только свои 10 тысяч вложила. А потом оттуда вывели, мне помогли. И у меня хорошие были эти, как их, не, господи, токены. Вот, я их поменяла и вложила, и у меня сейчас уже к миллиону подходит. Вот. Но я еще ни разу снимала. Надо снимать. Обязательно снимайте, себя порадуйте. Это важный момент. Да. Прямой выводили деньги. Ну вот. А сейчас, вот для меня, например, это темный лес. Вот это обменники туда-сюда. Я вообще ничего не понимаю. Сколько я смотрю. Учимся. Учимся, разбираемся. У каждого есть лидер. Каждый лидер поможет где-то с выводом средств. По выводу вообще проблем нет. А с точки зрения по заводам, тяжело. Что значит тяжело? А тяжело? Таблица умножения в третьем классе. Тяжело вам было учить? Что такое тяжело? Грызть, грызть, границ науки. Я боюсь, что куда-нибудь улетят деньги куда-нибудь не туда. Вы боитесь. Не тяжело. А вы боитесь. То есть проблема не в тяжести чего-то либо. А проблема в тяжести. У меня в тяжести страхи проблема. Да, у меня еще с наставником туган. Потому что там трое детей, ей некогда. И понимаете, вот я зашла. Идите к вышестоящему. Стучитесь к лидеру вышестоящему. По вашему этому. Я слушаю и учусь у вас тут у всех. Хорошо. И у вашего лидера есть лидер. Стучитесь к нему. Пускай он вас учит. Либо научит этого лидера, как обучать. Более просто. Понятно. У вас лидеров там много, очень много вверху. И каждый лидер это ваш лидер. У меня есть Юлия Якуни. Высший лидер. Не мой личный, а выше. Ну вот. Где-то либо видео скинет, где-то еще что-то. Он не в курсе. Он такой и не планировал. Может быть потом что-то на новом этом... Нет. Такого не было. Сомневаюсь, что в ближайшее время это будет. Поэтому мир изменился. Если раньше это можно было проще сделать, сейчас все сложнее и сложнее. Поэтому на данный момент... А если блокировать начинают, ну мало ли что, тоже как-то... Если у вас обычные переводы от физического лица к физическому лицу блокировать начинают, то думаете, позволят что-то другое сделать? Банк свой открыть? Ну не смешите меня. Вот. Поэтому если уже до людей добрались, если уже до людей добрались и блокируют просто переводы от лица к лицу. О чем уже можно говорить? О каком открытии там своего банка? Понимаете, да? Это последний вопрос. Вот вы как-то вчера или позавчера сказали, у кого переводы, если есть деньги, обращайтесь ко мне. Я помогу. Внутреннюю валюту, ВВ, там поменять друг другу. Ну, например, вот я из кабинета хочу себе вывезти. Как-то... Можно в личку к вам обратиться с этой помощью? Да, без проблем. Без проблем. В любом количестве. Да, без проблем. В любом количестве. Да. В любом количестве. Хорошо. Проблем с этим вообще нету никаких. Вот. Но у нас нету внутренней валюты. У нас есть рубли на сберкассе. Там рубли на кошельке Payer. Вы же называете рубли на Payer. Вот у нас есть рубли на сберкассе. У нас есть евро на Money Storage. Это внешние валюты. А это не внутренние валюты. Внутренняя валюта это, допустим, если взять какой-нибудь коммерческий проект. У него обычно там сайт. Его внутряночка вот эта вот ходит. Дальше маркетинг, легенда. Вот они все. Они живут, да? В своем мире. У нас свой криптовалютный платежный сервис. У нас своя касса взаимопомощи. У нас свои внешние валюты. Внешние. Они все внешние. Каждый человек на планете Земля может ими воспользоваться. Понимаете? Поэтому такого понятия, как внутренняя валюта, к нам неприемлемо. Мы можем делать внутренние переводы, да, внешние валюты. Рубли, евро, что там еще у нас есть в кабинетах. Доллары. Это все, ну, возможно, внутренние переводы. Но внешней валюты, такого понятия у нас нет в сообществе. Вся валюта у нас внешняя. Так, ну что, друзья, еще задавайте вопросы. Так, вопросов, смотрю, больше нету. Поэтому всех благодарю за прекрасное времяпрепровождение. Надеюсь, что-то полезное вы сегодня подчеркнули. Всем хорошего вечера. До свидания. До новых встреч. Кто будет смотреть записи, конечно же, подписываемся и следим за всеми событиями, за всеми новостями. Поздравляю всех с прекрасными праздниками. И до новых встреч, дорогие друзья.